Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем вам подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины. Причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего сюжета это автомобиль C-класса, который, будучи новым, очень и очень даже хорошо продавался большими тиражами и представлял собой очень интересное сочетание цены и качества. Посмотрим, осталось ли оно таковым по прошествии некоторых лет с момента прекращения выпуска модели. Встречайте, Chevrolet Cruze в кузове J300. Chevrolet Cruze в кузове J300, а это первое поколение модели, выпускался с 2011 по 2015 годы. В 2012 модель подвергли рестайлингу. Этот автомобиль построен на платформе Delta 2, на той же самой, на которой строилась, например, Opel Astra F. И эта модель была призвана заменить устаревшей Lachetti в модельном ряду компании. На разные рынки эта модель могла также поставляться под различными наименованиями. Эту машину вы могли купить в одном из трех вариантов исполнения, в том, что касается кузова. Он мог быть седаном, универсалом, либо хэтчбеком. На ваш выбор. Что касается моторной гаммы, на этот рынок данные автомобили поставлялись только с бензиновыми ДВС, объемом 1,6 литра на 109 и 124 лошадиные силы, 1,8 на 141 лошадиную силу. И уже с 2013 года пошел мотор с турбонаддулом 1,4 объем и 140 лошадиных сил мощности, который агрегатировался только с автоматической коробкой. Все прочие варианты вы могли купить с пятиступенчатой механикой, либо с автоматом на выбор. Ну а привод у этой модели был предусмотрен только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр – это рестайлинговый автомобиль 2013 года выпуска с двигателем 1,8 на 140 лошадей и автоматической коробкой передачи. По традиции в начале обзора пару слов скажем про кузов автомобиля, про то, насколько хорошо он сопротивляется нашим дорожным реалиям, и про качество и толщину лакокрасочного покрытия. В том, что касается значений толщины ЛКП, Chevrolet Cruze, кстати, выбивается из общепринятых норм от 90 до 140, которые можно наблюдать на большинстве корейских, либо японских автомобилей. Все попадавшие к нам Cruze имели разброс показаний по толщиномеру от 100 до 170 микрон, где-то плюс-минус так. Возможно, это связано с тем, что большая часть этих автомобилей на вторичном рынке была не импортирована, а собрана в России на сборочном предприятии в городе Шушара. Но, так или иначе, у Cruze довольно толстый окрас. В этом плане он напоминает Ford Focus. Тем не менее, несмотря на толщину ЛКП, эта машина достаточно быстро ловит сколы, покрывается царапинками и так далее. Здесь все так же, как и у любого другого автомобиля. Но, надо отдать должное, сколы и царапины не спешат свести, благодаря оцинковке кузова. Соответственно, если эти сколы и царапины вы будете своевременно обезвреживать, то есть подкрашивать, то и со ржавчиной на Cruze вы столкнетесь очень и очень нескоро. Пожалуй, единственное относительно слабое место, и то это было характерно далеко не для всех автомобилей, и в основном для ранних партий, это крышка багажника, на которой иногда попадались очаги коррозии и вздутие краски. При осмотре поддержанного экземпляра Chevrolet Cruze вы можете обратить внимание на то, что не работает кнопка электрозамка багажника, и багажник, соответственно, приходится открывать из салона. Данная проблема на Cruze это фирменная родовая болячка. Очень многие автомобили так и продолжают ездить с этой проблемой. Так что при покупке обратите внимание, чтобы это не стало сюрпризом. Хорошая стойкость к коррозии кузова Chevrolet Cruze не есть показатель того, что эту машину можно покупать вслепую, не посмотрев на нее снизу. Поэтому при осмотре обращайте внимание на все те же традиционные места. Днище, пороги, лонжероны и так далее. Самое основное, что вы должны сделать, так это отсеять от покупки изначально серьезно битые варианты, где результатом кустарного ремонта кузова как раз и может впоследствии послужить вылезшая наружу ржавчина. Что касается салона и электрооборудования, то при осмотре подобного автомобиля обязательно проконтролируйте работоспособность подогрева в сидении, центрального замка, всех стеклоподъемников и на всякий случай прощелкайте климатическую установку по всем направлениям обдува и по всем режимам работы. Также покрутите ручку управления температурой от холодного до горячего. Если никаких посторонних звуков и шумов здесь нет и установка исправно работает, все отлично. Но бывают эпизоды, когда ломаются тяги, управляющие заслонками. И в этом случае климатическая установка может либо не переключать режимы обдува, либо дуть только горячим или только холодным воздухом. Дабы после покупки не разбирать торпеды и не заниматься заменой, в общем-то, недорогих деталей, проконтролируйте этот момент заранее. Ну а теперь поговорим про двигатели, которые можно обнаружить под капотом Chevrolet Cruze, если вы покупаете такой автомобиль на вторичном рынке в России. Первый базовый двигатель – это рядная четверка, который носит индекс F16D3. Этот мотор ведется в родословную от старинного апеллевского Z16XE, образца начала 2000-х годов. И этот двигатель представляет собой крайне простой по конструкции агрегат. Это рядная четверка, причем блок цилиндров здесь чугунный, а не алюминиевый. Здесь нет фазовращателей, зато есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, соответственно, заморачиваться с их регулировкой на самом базовом моторе Cruze вам не придется, в отличие от всех последующих. Привод ГРМ на этом двигателе ременный, и ремень этот не отличается, к сожалению, особой долговечностью. Пробег до замены около 60 тысяч километров. И, кстати, при обрыве ремня F16D3 с радостью загнет клапана. Поэтому во избежание дорогостоящего ремонта, после покупки такого автомобиля, если у вас нет достоверной информации о том, что предыдущий собственник поменял ремень ГРМ, и в ближайшее время этого делать не нужно, можете эксплуатировать машину. Но если такой информации вы не обладаете, от греха подальше, лучше ремень ГРМ заменить. Что касается каких-либо типичных проблем или неисправностей для базового двигателя, то здесь, в принципе, все стандартно. Так же, как и на любой другой машине, может подкинуть вопросов термостат, может потечь прокладка клапанной крышки, чаще это случается уже на пробегах за сотню и далеко за сотню. И в запущенных случаях масло может также оказаться в свечных колодцах, что приведет к перебоям работы системы зажигания. В этом случае прокладку, конечно, придется менять в срочном порядке. Зато с базовым двигателем вам вряд ли будет знакома проблема бегущего теплообменника в связи с его отсутствием на данном силовом агрегате. Но F16D3 имеет систему EGR, рециркуляция отработавших газов. Когда придет время EGR чистить, вы поймете это по ухудшившейся динамике мотора. Ну а некоторые владельцы предпочитают вообще эту систему из работы выключить. В общем и в целом, чугунная четверка F16D3 способна отработать порядка 250-300 тысяч километров пробега до ремонта. И если с чем-то и приходится сталкиваться владельцам данных двигателей, то, как правило, это с заменой маслосъемных колпачков. Кстати говоря, расход масла на этих моторах официально допускается в районе 0,6 литра на 1000 километров пробега. Но на практике это, конечно, многовато и как минимум означает, что требуют замены те самые колпачки. Следующие два агрегата под капотом Круза в основном отличаются рабочим объемом. Это F16D4, который появился на рестайлинговых машинах на 124 лошадиные силы, и F18D4, как в нашем случае, на 140 лошадиных сил. Первый, соответственно, 1,6, а второй 1,8. Это также чугунные четверки. По апеллевской терминологии Z16 и Z18XER. Однако, в отличие от самого простого двигателя на 109 лошадей, эти моторы уже имеют фазорегуляторы. И к этим фазорегуляторам как раз-таки возникает достаточно много вопросов у людей, эксплуатирующих подобный автомобиль. Так что, если вы смотрите эту машину, убедитесь, что фазорегуляторы нормально работают, а не издают каких-либо посторонних звуков, стуков и так далее. В случае чего, можно попробовать отделаться чисткой клапанов фазорегулятора, но не факт, что это поможет. И тогда уже замена компонента. В отличие от младшего мотора, на F16D4 и F18D4 гидрокомпенсаторов нет. Поэтому зазоры клапанов приходится регулировать самостоятельно. А вот в приводе ГРМ все так же используется ремень. Правда, сроковую службу здесь побольше, около 120 тысяч километров пробега. Но многие меняют также в 60, от греха подальше. Во всяком случае, наша рекомендация не затягивать с заменой ремня более чем 90-100 тысяч километров. Поскольку при его обрыве клапана погнет так же, как и на базовом моторе. Ну а теперь, что касается моментов, на которые стоит обращать внимание по данным двигателям. Первая прокладка клапанной крышки здесь тоже не вечная. И она также может начать сопливить и течь на пробегах более 100 тысяч километров. И точно так же масло здесь может попадать в свечные колодцы. Поэтому при осмотре автомобиля на сухость прокладки, конечно, нужно обращать внимание. Кстати сказать о системе зажигания F16D4 и F18D4. В данном случае используется модуль зажигания. По сути дела, одна общая катушка на все четыре цилиндра. С одной стороны, это достаточно удобно. В случае, если двигатель затроил и появились ошибки по пропускам по цилиндрам, не нужно искать сбоящую катушку. Выдернули модуль, поставили новый и все. С другой стороны, по сравнению с индивидуальными катушками, модуль стоит больших денег. Однако поменять модуль зажигания на данных двигателях оказывается во многих случаях дешевле, чем покупать четыре катушки на любой другой автомобиль. Также нужно иметь в виду при осмотре круза с подобным двигателем, что эти моторы имеют теплообменник, где циркулирует масло и где циркулирует антифриз. Теплообменник этот находится за впускным коллектором и может проявлять себя в нескольких ипостасях. Самое очевидное, это течь масла наружу. В этом случае вы увидите, что вся нижняя часть двигателя за впускным коллектором в районе масляного фильтра будет, в буквальном смысле, уделана свежим маслом. И просмотреть подобное, особенно если вы подняли машину на подъемнике и смотрите снизу, вы просто не сможете. Но на всякий случай имейте в виду, что смешивание масла и антифриза в данном случае может происходить и без протечек наружу. Поэтому обязательно посмотрите в расширительный бачок системы охлаждения на предмет наличия там эмульсии, масла с антифризом. Если она там есть от покупки такого автомобиля, либо откажитесь, либо требуете хорошую скидку на устранение проблемы. Также на данных двигателях установлен не обычный термостат, а термостат с электронным управлением. И в случае выхода из строя его нагревательного элемента, что будет сопровождаться появлением соответствующего кода ошибки при диагностике сканером, вам придется этот термостат менять в сборе практически без вариантов. Не сказать, что узел этот очень дорогой, но суммарно замена данного компонента в реалиях 2022 года на 6-8 тысяч рублей ваш карман облегчит. Так что если по сканеру выявляются проблемы с термостатом, также смело торгуйтесь. Несмотря на наличие некоторых, скажем так, особенностей, и по части эксплуатации тоже, в целом и эти два мотора следует признать достаточно надежными. Эти чугунные четверки способны отбегать в среднем около 350 тысяч километров, прежде чем потребует какого-либо вмешательства. Во всяком случае, со стороны цилиндропоршневой группы сюрпризов от этих движков ждать не стоит. Последний двигатель в агрегатной линейке Круза – это А14НЕТ. Чугунная рядная четверка, однако оснащенная турбонаддулом. В приводе ГРМ у турбомоторов уже цепь, соответственно, лазить туда раньше, чем на 180-200 тысяч километров пробега особо не приходилось. Хотя в некоторых случаях цепь могла, конечно, потребовать вмешательства и раньше. Все зависит от качества используемого масла и от режима эксплуатации данного мотора. Кстати говоря, А14НЕТ – мотор фазный, соответственно, за фазорегуляторами также нужно поглядывать. Если появилось какое-то нехарактерное громкое и жесткое дизеление, скорее всего, те самые муфты позавращателя уже просятся на замену. Что касается ресурса турбины на А14НЕТ, то если двигатель не подвергался доработкам, турбина спокойно отработает за 150 тысяч километров пробега, а в некоторых случаях и за 200. Тем более, что впрыск топлива у этого турбомотора обычный, соответственно, каких-либо проблем по топливной системе здесь по большому счету нет. А вот систему EGR также нужно время от времени чистить. При покупке автомобиля с турбомотором первое, на что надо обращать внимание, это на то, нет ли посторонних звуков при его работе. Ну, а второе – это сухость. Масло не должно течь с патрубков самого наддува, масло не должно литься из-под клапанной крышки. Также не лишне будет обратить внимание на то, чтобы лобовина двигателя, а также задняя часть, стык двигателя и коробки передач были без каких-либо подтеков. По А14NET можно также отметить, что встречались нарекания по навесному оборудованию. В частности, очень часто попадается шум подшипника кондиционера на этих агрегатах. Так что, если что-то подобное вы выявили, это, в принципе, повод поторговаться. Но в остальном, А14NET – это достаточно неплохой двигатель, который свои 200-250 тысяч километров отходит. Он же, кстати, дорабатывается, и мощность можно поднять до 170-180 лошадиных сил, поскольку это турбонаддув, и, соответственно, увеличивая давление наддува, вы можете корректировать мощностные показатели. Кто-то это делает, но большинство продолжает ездить на стоке, поскольку из 140 лошадиных сил наддувных – это достаточно неплохое подспорье при передвижении в пространстве. 10,3 до сотни с места – это на автоматической коробке передач умеренный расход топлива и ровная полка крутящего момента с достаточно низких по сравнению с атмосферниками оборотов. Что касается коробок передач, которые ставились на Chevrolet Cruze в кузове G300, их было всего две разновидности. Это механика на пять передач, и про нее что-то плохое сказать сложно. Коробка сама по себе не капризная, проблем не подкидывает, а если вы смотрите такой автомобиль, и у вас на ходу отчетливо слышен гул подшипников, то, скорее всего, предыдущий собственник проспал тот момент, когда у него побежал коробочный сальник, и причем достаточно долго он ездил, пока уровень масла не упал до критической отметки. В этом случае от покупки такого автомобиля с гудящей МКПП, конечно, лучше отказаться, либо заблаговременно узнать стоимость переборки агрегата и скинуть с цены продавца соответствующую сумму. А так, при покупке убедитесь, что не бегут сальники, и на тест-драйве также посмотрите, чтобы коробка не выла, не гудела, и все передачи включались четко. Проблем с механической трансмиссией, в принципе, здесь нет. Что касается шестиступенчатого гидромеханического автомата на Chevrolet Cruze, то это изделие слегка более нежное, и это мягко сказано. У некоторых владельцев данные автоматы не проезжали по 60 тысяч километров, но это касается коробок первых версий до рестайлинга, и, как правило, в этих случаях дилеры меняли агрегаты по гарантии. По большому счету, первым в этом шестиступенчатом автомате у чрезмерно активных водителей кончается накладка блокировки гидротрансформатора, и своими продуктами износа забивает каналы в гидроблоке, которые достаточно прецизионные, и к такому обращению относятся весьма критично. Коробка в этом случае сначала начинает пинаться, толкаться, ну а потом уже может выпадать и в аварию. Если симптомы проблем с этим автоматом вы устраняете на ранней стадии, это может обойтись достаточно бюджетно. Ну, конечно, по меркам ремонта автоматических коробок. Ну, а если проблема запущена, то агрегат влетит в копеечку. Так что при осмотре круза с автоматом, либо уточняйте, делал ли предыдущий собственник что-либо с этой коробкой, либо на тест-драйве отнеситесь к нему весьма придирчиво. Коробка должна работать без лишних толчков. Если же никаких нареканий и претензий к работе автомата тест-драйв не выявил, то залог его долгой службы – это частая замена масла. Частая, в буквальном смысле, как на вариаторе, раз в 40 тысяч километров пробега. Лучше при этом не путать свой Chevrolet Cruze с гоночным болидом и на всякий пожарный озаботиться дополнительным охлаждением. Кстати, многие владельцы данных автомобилей и так уже прибегли к этой мере. Это не значит, что Chevrolet Cruze можно брать только на механике, можно поискать и на автомате, но к выбору автоматного экземпляра следует отнестись со всей внимательностью. В среднем по больнице срок службы данного агрегата – около 200-250 тысяч километров пробега при условии регулярного обслуживания и чистого масла. Ну а теперь переходим к осмотру Chevrolet Cruze на подъемнике и, соответственно, разговорам про его ходовую часть. Кстати, при подъеме автомобиля вы можете обратить внимание на то, что поддон двигателя может иметь подтеки, какие-либо масляные сопли. Это попадается достаточно часто. В этом случае при замене масла придется переуплотнять поддон. Неприятно, но, однако, не смертельно. Что касается ходовой части, спереди здесь использована подвеска типа Макферса, ну а сзади, условно говоря, балка. По передней подвеске, кстати, по ресурсу ее компонентов, в принципе, все. Здесь ходят те самые средние 100 тысяч километров пробега. Исключением составляют сайлентблоки в рычагах. Иногда приходится сталкиваться с тем, что на пробеге до сотни сайлентблоки уже требуют замены и, помимо всего прочего, чувствуется родство ходовой части с опелем. Если вы посмотрите на стойки стабилизатора поперечной устойчивости, они здесь пластиковые и также выхаживают не особо-то долго. 30-40 тысяч километров в зависимости от того, на какого качества дорожного покрытия эксплуатируется конкретный автомобиль. Ресурс шаровых опор – это около 100 тысяч километров пробега до замены. В данном случае, по задумке производителя, отдельно от рычага они меняться не должны. Но, забегая вперед, скажем так, что компоненты ходовой части Chevrolet Cruze достаточно бюджетны, и обслуживать подобный автомобиль не будет слишком накладно. Также при осмотре снизу обязательно проконтролируйте целостность пыльников приводов. Обязательно посмотрите на то, чтобы стык двигателя и коробки у вас был сухой, без следов масляных течей. Что касается рулевой рейки, Chevrolet Cruze мог иметь два варианта исполнения – как гидравлический усилитель рулевого управления, так и электрический. Что касается гидрорейки, то срок ее службы в среднем, ну, никак не меньше, чем 130-140 тысяч километров пробега. Какими-либо характерными склонностями истекать маслом рейка на Cruze не отличается, но может начать к этому пробегу постукивать. Соответственно, либо все решится заменой втулки рейки, либо потребуется уже более глубокий ремонт. Это будет понятно при вскрытии. Ну, а, собственно, на работоспособность и отсутствие стуков рейку нужно будет обязательно на всякий пожарный проверить. Хотя к особо слабым узлам она здесь, пожалуй, не относится. Во всяком случае, по легковым меркам. То же самое касается и электрорейки. Но там есть момент, связанный с непосредственно блоком подключения электроусилителя. Если в него попадет влага и плата окислится, либо сгорит, то, соответственно, придется менять ее в сборе, что будет не слишком бюджетно. Что касается задней подвески Chevrolet Cruze, то здесь все выполнено достаточно просто. Сзади балка, сайлентблоков минимум. Собственно, сайлентблоки, балки выхаживают под 200 тысяч километров пробега, а во многих случаях даже больше. Про задние амортизаторы уже было сказано. Около 100 тысяч километров. Причем оригинальные стойки на этих машинах, особенно это касалось до рестайлинга, могли начать постукивать при проезде неровности, при этом еще не истекать маслом. Но если вы смотрите машину с большим пробегом, с большой долей вероятности, стойки уже были поменены предыдущим собственникам, и ориентироваться на это не надо. Едет, посторонних звуков нет, не течет, все хорошо. И еще один момент на этих машинах связан с тем, что при покупке нужно обязательно проверить работоспособность стояночного тормоза, поскольку здесь он имеет свойство закисать, ну и посмотреть на то, чтобы у вас в нормальном функциональном состоянии на автомобиле, который вы смотрите, были тормозные суппорта, поскольку в данном случае бывают определенные проблемы с направляющими суппортов, особенно у тех, кто игнорирует их обслуживание, в частности, смазку. Итак, какой вывод можно подвести под все вышесказанное про Chevrolet Cruze в кузове J300? Этот автомобиль однозначно можно рассмотреть к покупке, потому что в активе у этой машины, как ни странно, самый дорогой компонент любого автомобиля – это кузов. А кузов здесь, если он не был крепко ударен, очень хорошо и долго сопротивляется коррозии. Что касается моторов, то на Chevrolet Cruze в принципе проблемами с поршневой группой двигатели не страдают, а это уже очень и очень неплохо. Все остальные проблемы, связанные с данными моторами, либо легко диагностируются, либо не особо дорого устраняются. Да и далеко не факт, что вы, как владелец Круза, соберете все, что с ним может случиться, именно на своем автомобиле, особенно если будете выбирать его с открытыми глазами. Единственное, на что стоит обратить максимум внимания при выборе такого автомобиля – это все-таки автоматическая коробка. В данном случае подойдите к диагностике узла со всей ответственностью. В остальном, если ваши критерии поиска сводятся к тому, что вам нужен легковой автомобиль, левый руль автомат, Chevrolet Cruze – это один из вариантов, который может оказаться весьма рациональным выбором. Ну вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и заснять. Также, если у вас есть или был Chevrolet Cruze, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, или в чем нас поправить, пишите в комментариях. Людям, выбирающим себе подобную модель, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока.